МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести ульяновского региона в студии Рина Шмыгова. Здравствуйте. Вот о чем будем говорить сегодня. Сырость, плесень и неприятный запах. Жители дома Нагая боятся, что фундамент их жилья скоро разрушатся, почему подтапливают подъезды, есть ли решение проблемы. Никто, кроме них, в день ВДВ бойцы крылатой пехоты шлют привет с передовой, а дома чествуют ветеранов и вспоминают тех, кто погиб, сражаясь за Родину. А также центр борьбы готов. Внутрь нового спортивного объекта заглянула наша съемочная группа. Какие условия созданы специально для ульяновских спортсменов? Итак, в областном центре формируют комфортную городскую среду. На этот раз благоустройство пришло во двор дома номер 6 по бульвару Львовскому. Ремонтом жильцы довольны, но есть и другие пожелания. С местными жителями пообщались депутаты городской думы. Новое освещение, лавочки и тротуары. Двор на бульваре Львовском 6 давно нуждался в ремонте. И вот территория кардинально преобразилась. Помогла программа формирования комфортной городской среды. Накануне благоустроенную территорию проинспектировали председатель гордома Илья Ножичкин, депутат Юрий Мухин и председатель управления дорожного хозяйства. Ремонт, мы видим, получился качественный, жители довольны. Но, тем не менее, хотелось бы и жители обращаются, чтобы эта территория развивалась. И вся инфраструктура, которая прилегающая к этой территории, просмотреть повнимательнее, на что обратить внимание. То есть, это прилегающую территорию отремонтировать. Это рассмотреть возможность отремонтировать ливневку, скажем так. И тротуары, ведущие от этой домовой территории к социальным объектам. Это и к 73-й, и к 75-й школе, и к нашему спортивному центру Орион. Ремонт тротуара в сторону 73-й и 75-й школ – это еще одна просьба местных жителей. Пожелания услышаны. Планируется, что эта территория преобразится в следующем году. А пока необходимо подготовить проектно-сметную документацию и добиться того, чтобы необходимые средства предусмотрели в бюджете на 2024 год. В самом дворе стало уютно и светло. Местные жители изменением рады. Но остался вопрос с заездной дорогой между домами номер 2 и 6. В проект эта дорога не вошла, но тоже нуждается в преображении. По проекту все сделали, как должно быть. Но, значит, вот заездные, получается, полподъезда даже, он остался не отремонтированный. Потому что это относится к городу. Это не к нам относится. Поэтому, конечно, нам хочется, чтобы было хотя бы покрыто асфальтом. Потому что с момента, как построили дом, он не ремонтировался. Видите, даже асфальт весь раскрошился, одни кружки. Помимо этого, жителям рассказали о возможностях установки новых детских площадок. Одна из них – участие в программах «Проект поддержки местных инициатив» и «Народный бюджет». Екатерина Лазарева, Вести, Ульяновск. Не подвал, а бассейн. Так горько шутят о своем жилье обитателя дома 19А по проспекту Гая в Ульяновске. Три года их дом подмывают поступающие снаружи воды, которые грозят разрушить фундамент. Игорь Кранцев подробнее. Прямо, видите, уже мокрое все осталось. И вот до сих пор отсюда. Теперь она, видать, нашла. И вот, 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 проходите. Когда-то в подвальных помещениях жители этого дома хранили картошку, да предметы, которые вроде бы сейчас не нужны, а выкинуть жалко. Теперь же сделать это попросту невозможно. Некоторые из комнатушек фактически разрушены. Да и в остальных уровень влажности такой, что о сохранности вещей речи не идет. Видите, вода стоит. Уже вода есть. А эти кадры сняты уже в непосредственной близости от дома номер 19 А по проспекту Гая. Именно вот эта вода, по словам местных жителей, просачивается в подвал. Коммунальщики называют эти воды грунтовыми. У жителей свое мнение. Это водопроводная вода из идущей под землей трубы. Во-первых, проблема появилась только в последние три года. Грунтовые воды наверняка дали бы о себе знать раньше. Во-вторых, в живительной влаге, по словам жителей, есть хлор, как в любой водопроводной воде. Мы пошли другим путем. Мы сами жители за свой счет наняли организацию, которая с лицензией. Мы бы там что брали и прям с подвала, и брали прям с квартиры. Спустили, все. Хлор есть. И там, и там. Городские власти провели еще одну пробу воды. Ее исследуют в лаборатории. Если подтвердится, что вода грунтовая, то придется решать непростую проблему укрепления подвала и, соответственно, фундамента. Выходов здесь несколько. Во-первых, нужно герметизировать подвальное помещение. Это, к сожалению, может даже не дать эффекта. Да. Но тогда нужно будет строить дренаж. Значит, еще этот вопрос будет решаться, пока он открыт. Жители же констатируют. Из-за влажности плесень поднимается из подвалов подъезда и квартиры. Ну, здесь вот крошку, даже ее не надо кладеть. Ну, да, наверное. Вот она. На ГАИ-19А продолжают ждать результатов очередной экспертизы. А вместе с этим и решение судьбы своего дома. Ему в этом году, кстати, исполняется 60 лет с момента постройки. Жители надеются отметить эту круглую дату в сухих квартирах при прочном фундаменте. Игорь Кранцев, Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. День ВДВ сегодня отметили в России. Это праздник крылатой пехоты, с момента образования которой исполнилось 93 года. В регионе торжественные мероприятия стартовали на площади 30-летия Победы, продолжились в парке, носящем имя легендарного командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Каждый год 2 августа десантники со всего региона несут цветы к монументам погибших. Приходят к вечному огню и к памятнику невернувшихся из Афганистана. В одном строю представители власти, духовенства, действующие военнослужащие, ветераны. Я горжусь, что попал в эти войска. 35 лет в них прослужил. Командовал самой лучшей дивизией ВДВ, Ульяновской, затем бригадой. Сегодня праздник элиты вооруженных сил России. И те ветераны, которые сегодня стоят на площади, воспитали молодое поколение в духе Маргелова, в духе Суворова, в духе всех лучших традиций ВДВ. Мы не должны быть Иванами, не помнящие своего родства. Если мы не будем помнить людей, воинов, которые отдали жизнь, что есть у человека самое дорогое, за свободу незаметности нашей Родины, то и государства такого не будет. Государство, которое не помнит свою историю, не имеет права существовать. А мы не такие. Они помнят, даже вдали от дома, те, для кого служба в крылатой пехоте еще не прошлое, настоящее. Отправляют на Родину видеопрезент. Дорогие ветераны воздушно-десантных войск, хотим вас поздравить с 93-й годовщиной, со дня образования воздушно-десантных войск. Желать вам здоровья, благополучия, всех благ. Со своей стороны мы обещаем, враг будет разбит. Победа будет за нами. В помощь высшие силы. В 93-ю годовщину ВДВ освещено место под строительство храма в честь великого князя Дмитрия Донского. Богослужение прошло в парке, носящего имя легендарного командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Этот храм будет храмом-памятником всем воинам, которые защищали и защищают наше Отечество. Мы проводим церемонию освещения, место для строительства храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Еще одного великого защитника православной Руси. Он объединил князей под своими знаменами и отправился в бой против монгольского ига. Сейчас мы, как и в стар, сажаемся за сохранение этих традиций и ценностей. Комплекс построят в новгородском стиле храмовой архитектуры. Церковь одномоментно сможет вместить три с половиной сотни человек. Вблизи разместится воскресная школа. Фундамент будущего храма заложат уже в этом году. Если все пойдет по плану первых прихожан, новая церковь примет уже через два года. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Поздравление сегодня принимали и военнослужащие 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Глава региона выразил благодарность десантникам за смелость, профессионализм, достойное исполнение воинского долга. А также пожелал и дальше твердо стоять на страже национальных интересов в стране. Воздушно-десантные войска, девиз которых не кто кроме нас, заслуженно считается элитой российской армии вооруженных сил. Наше прославленное соединение было и остается образцом солдатской доблести, преданности традициям русского воинства, символом мужества и решительности. В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы Владислав Третьяк и заслуженный артист России Борис Галкин. Кстати, о братстве десантников с юмором и большой любовью рассказывает народная комедия «За Палыч», фильм, снятый при поддержке телеканала «Россия» уже на всех экранах страны. И еще немного о кино. Кино «Как учитель» – круглый стол под таким названием прошел в рамках международного кинофестиваля «От всей души». Местом встречи стал педагогический университет слова Елене Гончаровой. Участники – педагоги Ульяновска, региональные кинематографисты и гости фестиваля. На повестке самое важное – молодежь и кино. Его социальная функция – воспитательная роль и особенности развития киноотрасли в регионах. Мы видим эту энергию кинографистов из регионов, которые очень хотят снимать кино, и им нужны дополнительные возможности. И фонд регионального кино поддерживает и в этом году, и в прошлом году поддерживает документальные фильмы. Воспитательная роль кино стала главным вопросом встречи – акцент на современной реалии. Нынешняя молодежь гораздо сильнее реагирует на визуальный контент, чем на любой другой. Поэтому так важно снимать качественные умные фильмы и тщательно отбирать кинопродукт, предлагаемый детям к просмотру. Евгения Сидорова рассказала о проекте «Легендарное кино», что с успехом реализован в Ульяновской области. Мы практически во всех школах рассказали и показали лучшие советские фильмы. Это был системно теленаправленный проект. И перед тем, как ребята смотрели фильм «Летят журавли», была небольшая лекция о фильме для школьников, для того, чтобы они понимали, почему мы именно этот фильм сегодня хотим им показать. Своим опытом поделились и гости из Башкирии. Генеральный директор местной киностудии признался, молодежь – одна из самых благодарных аудиторий. И с ней они работают сразу по нескольким направлениям. Снимаем детские фильмы, мультфильмы, поэтому, чтобы дети смотрели добрые фильмы, мультфильмы. А где есть детские дома, мы заезжаем просто бесплатно, показываем для детей, сирот. По итогу встречи ее участники пришли к однозначному выводу. Кино – один из самых эффективных инструментов формирования мировоззрения современного поколения. А обратная связь в виде готового продукта – фильмы, что снимает сама молодежь – будет представлена на кинофестивале в ходе кинопоказов. Елена Гончарова, Дамир Губеев, Вести, Уяновск. Центр спортивной борьбы в Заволжье готов к открытию. Сегодня представители общественности провели повторный мониторинг строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и убедились, что подрядчик прислушался к высказанным замечаниям, а самое главное – устранил выявленные недочеты. О долгожданном объекте и внимательном подходе при его сдаче в эксплуатацию – репортаж Дмитрия Емельянова. Появление центра борьбы – событие для ульяновских спортсменов необычайно важное. В новом комплексе возможным станет проведение как областных, так и всероссийских турниров. Первый из них состоится в память о дважды герое Советского Союза Иване Полбине. В этом зале у нас будут секции спортивной борьбы. Они предусматривают классическую борьбу, вольную борьбу, женскую борьбу. Спорткомплекс расположен на бульваре Ильюшина. Вокруг новостройки. И родители рады, что зал для борьбы теперь в шаговой доступности. Особые слова благодарности от мамы, имеющей четырех сыновей и старшую дочь Самбиску. Могу сказать, что чтобы детей в семье было больше, нужно, чтобы спортивные объекты и центры развлечений для детей и досуга были в шаговой доступности. Объект возвели быстро и по большому счету качественно. Но, как говорится в известном лозунге, все лучшее детям. И поэтому активисты «Единой России» проверяли помещение очень тщательно. Напольное покрытие, например, опробовали голыми ногами. Недочеты увидели в душевых и сауне, указали на них строителям. Через две недели удостоверились. Работа над ошибками сделана. Нужно было сначала душевую, снег, чтобы залезть в смотровой колодец. То есть просто какое-то недоразумение было. Сегодня сделано оно как положено должно быть. Шаг навстречу комфортным занятиям спортом строители сделали без оговорок. Хоть и пришлось перепланировать, казалось бы, уже готовые помещения. Готовность по основному контракту 100%. И сейчас мы выполняем возникшие дополнительные работы. Официальное открытие Центра спортивной борьбы состоится в сентябре. И он будет носить имя олимпийского чемпиона из Ульяновска Виталия Константинова. Дмитрий Емельянов, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск. На этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Ночью местами слабый дождь. Днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области плюс 12, плюс 17. В Ульяновске плюс 14, плюс 16. Завтра днем по области плюс 28, плюс 33. В Ульяновске плюс 28, плюс 30.